Японский автопром настолько удивительная вещь, что с каждым новым заказом видео не перестает удивляться, что какие автомобили выпускались буквально лет 30 назад. И героями сегодняшнего ролика стали машины, названия которых я впервые услышал благодаря деятельности своего канала. И это Nissan Gloria и Cedric. Видео по заказу подписчика. Так как не было указано какие именно модели обозревать, я решил выбрать последнюю модель Y34. И разобраться, в чем же разница между Cedric 10-го поколения и Gloria 11-го. И насколько она велика. Для начала начнем с того, что они из себя представляют. Nissan Cedric. Это автомобиль бизнес-класса, который производился компанией Nissan с 1960-го по 2004-е годы. Cedric разрабатывался для комфортных поездок, конкурируя Spring Skyline и Gloria, которые впоследствии были объединены в одну марку. И через несколько лет Nissan Skyline стал позиционироваться как спортивный седан-купе. В то же время, как Nissan Gloria стала спортивным вариантом Cedric, но с одинаковым стилем и отличным решеткой радиатора, а также передними и задними фарами. В Японии серия Cedric Gloria нежно называлась Ced Glo и производилась вплоть до 2 октября 2004-го года, после чего была заменена на Nissan Fuga. Автомобиль традиционно использовался в качестве такси, конкурируя с Toyota Comfort, которая, кстати, до сих пор находится в производстве. И на протяжении многих поколений основным конкурентом Cedric считается Toyota Crown. Поколение Nissan Cedric серии Y34 начало свой выпуск в 1999 году и имело две важные особенности. Во-первых, это внешний вид. Дизайн был разработан калифорнийскими дизайнерами американского отдела Nissan Motor Company. И, наконец-то, Nissan отказались от тогдашнего долгое время коробчатого имиджа и преодолели модели индивидуальности, которая выражена во многих мелких деталях. Во-вторых, упрощение имиджа бренда. То есть, модификация Brownham, то есть имидж роскоши, осталась только у Cedric, а модификация Gran Turismo, то есть спортивный имидж, перекочевала к модели Gloria. И за счет этого разделения две модели стали иметь свой легко узнаваемый образ. Их особенности стали более ярко выраженными. Особенно сильно это отразилось на оформлении передней части кузова. То есть, решетка Gloria стала агрессивной, с крупным поперечным направленным рисунком. В свою очередь, решетка Cedrica хромирована и придает ему солидный величавый вид. Ходовые характеристики Cedrica улучшены по сравнению с предыдущими поколениями и получили более высокую оценку. Чтобы подчеркнуть высокий класс автомобиля, на него устанавливают V-образные 6-цилиндровые бензиновые двигатели серии VQ объемом 2,5 и 3 литра. И с непосредственным прыском системы Neo-D. Но также есть полноприводная модификация с рядным 6-цилиндровым бензиновым турбодвигателем Dash CR-B25D. И в конце 2001 года, извиняюсь, произошли некоторые изменения в экстралиере и интерьере автомобиля. А что же Gloria? Ниссан Глория – японский автомобиль того же бизнес-класса, выпускавшийся с 1959 года, компанией Prince, но затем Ниссан. Изначально автомобиль строился на уникальной платформе, однако, начиная с третьего поколения под названием Глория, выпускался несколько измененный внешний автомобиль Ниссан Cedric. Прямым преемником Глория на американском рынке является Infiniti M45, а на внутреннем японском рынке семейство Cedric Gloria было заменено все той же фугой в 2004 году. В Японии автомобили продавались через дилерскую сеть Nissan Prince Shop. И название автомобиля восходит к латинскому слову Gloria, что в переводе означает «слова». И непосредственно в этом кузове Ниссан Глория Y34 является аналогом автомобиля Ниссан Cedric. Отличие между этими двумя моделями заключается только в дизайне решетки радиатора и передней и задней оптики. Автомобиль лишился целого ряда комплектаций, которые были ориентированы на покупателей, ценящих комфорт, и получил исключительно спортивный имидж. Глория в кузове Y34 являлся седаном классической компоновки и, как и последнее поколение Ниссан Cedric получил вариаторную трансмиссию. В некоторых исполнениях также выпускалась версия с классической гидротрансформаторной коробкой передач. И все те же моторы на 2,5 и 3 литра, как V-образные, так и рядные шестерки. И многие, кто задаются вопросом, разница между Глорией и Cedric, возможно, делают это зря, так как глобальных различий нет. Вопрос только в выборе дизайна. Ну, у них различия следующие. Это решетка радиатора, задние фонари, бампера, салоны автомобилей и передние фары. Самое главное и единственное различие, которое носит практическую ценность, это то, что передние фары у Глории, Cedric и Глория Рестайл, невзаимозаменяемые. У Cedric же фары короче и решетка длиннее, у Глории фары чуть длиннее, чем у Cedric и короче решетка. И у Глории Рестайл нижние внутренние концы фар еще длиннее и, соответственно, еще короче решетка. Даже если мы углубимся в техническую часть автомобиля, мы обнаружим, что двигатель и коробка оставились абсолютно одинаковые. Объем моторов колебался от 2,5 до 3 литров мощностью 210-280 лошадиных сил. Трансмиссия была как затеплительная, так и полноприводная. Коробка автомат на 4 передач. Такое чудо на самом слабом моторе делает 0,100 за 8,8 секунды при максималке 180 км в час. Также в зависимости от комплектации вы можете заливать 92, 95 и 98 бензин. Но учтите, что примерный расход топлива будет от 8,5 до 13,2 литров на 100 км. Это, конечно, в зависимости от двигателя, стиля езды и состояния. И по итогу можно сделать вывод, что Ниссан, Глория и Cedric это комфортные, динамичные сетаны конца 90-х начала 2000-х. Которые создавали конкуренцию для мастодонтов в этом классе, таких как Toyota Crown или же Mark 2. Если тебе понравился ролик, то напиши мне в комментариях, как тебе Ниссан, Глория и Cedric. И о каком автомобиле мне тебе рассказать в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok